Сколько бы раз госпожа Простакова со своим великовозрастным детятей не выходила на сцену и всегда в зале аншлаг. А знаменитые Митрофанушкины «Не хочу учиться» актуальны в любой общественной формации. Классическая постановка «Недоросля» от Самарского театра «Камерная сцена» завершает второй Всероссийский театральный фестиваль «Русская классика страницы прозы». Сам «Недоросль» вне конкурса. На закрытие хозяева сцены показали лучшее, что есть в репертуаре. Язык фан-визина очень сложный. Это очень сложно понимать сегодня на слух. Как мы говорим, переведите на нынешний язык, что он сказал или что она сказала. Это тоже есть в этом сложность определенная, и мы старались этого тоже добиться. Работать в хорошей драматургии – это и сложно, но это очень интересно. И в то же время и зрителю, конечно же. Зритель получает от этого удовлетворение, приобщаясь к истинной драматургии. Фестивальное движение в театральной жизни сегодня вновь на подъеме. Артисты каждую возможность показать свое творчество в гостях воспринимают как праздник. Приветствие участникам направили глава города Олег Фурсов и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. За пять дней самарский зритель увидел спектакли «Морфий» по рассказу Булгакова, «Чудаки» по Чехову и Шукшину, «Возвращение по Платонову». И безусловным фаворитом стала постановка станционного смотрителя от московского театра «Апорте». То, что фестиваль посвящен русской классике и страницам прозы, это очень о многом говорит. Я уже, по-моему, не один раз говорила, что русская классика – это школа актерского мастерства. И поэтому при постановке классических произведений по русской классике всегда открываются какие-то актеры, актерские работы. Зритель, конечно, воспитывается. И дай Бог, чтобы этот театр, камерная сцена и дальше продолжал свою такую замечательную гуманитарную деятельность. Спектакль «Недросоль» Самарской труппы завоевал спецпресс-жюри. Но самое важное для артистов – это возможность творческого общения со своими коллегами. А камерную сцену знают и любят во многих городах России. Мариана Мирна, Олег Зверев, Максим Гусев. События.